Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема — это поговорим о дыхании, упражнения для дыхания для тех, кто болеет бронхолёгочными заболеваниями. Огромное количество разных методик, и сегодня я расскажу нашу славянскую методику. И самое главное, в первую очередь, расскажу о самом главном упражнении, которым я занимаюсь с 1972 года каждый день. Это упражнение взято из христианской практики, практика исихазма. Исихия — это мир, успокоение, это так называемая Иисусова молитва. Она передавалась через казачье искусство рукопашного боя, и она сохраняется и в церкви, и у казаков. И давайте начнём тогда сразу с этого дыхания. Это самое главное дыхание, которое по своей сути, по жизни, должно быть главным дыханием для каждого человека. Для начала повторюсь, я уже в прошлый раз о дыхании рассказывал, что существует большое количество разных энергий, ядерное, термоядерное, электрическое, но есть одна универсальная. Её в Индии назвали прана, в Японии, в Титае ци, чи, по-разному называют. И возьмём, рассмотрим её с точки зрения аюрведа, что у нас пять видов этой энергии, пять видов праны. Первое — это в Яна, это сосуды, это нервная система, Удана, прана, самана и нижняя энергия — Апана. То есть пять видов энергии. И дыхание. Ну, в первую очередь, дыхание мы знаем, что это газообмен. Мы вдыхаем тестород, выдыхаем углекислый газ. С одной стороны, мы весь этот наш метаболизм через газообмен запускаем через дыхание, с другой стороны, через дыхание мы воздействуем на нашу энергию. Так вот, первая задача управления энергией нашего тела, чтобы то, что скапливается, то есть мы вдыхаем грудью, и весь поток вот этой энергии и вот этой праны, ни в коем случае нельзя её пускать в голову, то есть бронхиальные приступы, лёгочные приступы, сердечные, инсульты, высокое давление — это практически всегда поднятие этой энергии. Это такая психопатия, эмоциональные срывы, стрессы, неумение управлять своей психикой — это всегда, вот эта энергия идёт вверх. То есть наша задача дыханием всегда её направлять вниз, в область живота. И нижняя энергия, так называемая опана, она находится в области таза, и она отвечает за всеми извержениями, мочеиспускания, дефекацию. И вторая задача — научиться управлять этой энергией, потому что если мы научимся, у нас как раз через низ, большая часть нашей энергии уходит и рассеивается. И вот эту диафрагму, тазовую диафрагму, её тоже нужно научиться управлять с помощью дыхания, эту энергию направлять в живот. Вообще у нас три вида диафрагм. Основная — это между брюшной полостью и лёгкими. Те, кто не занимался плаванием, бегом, профессиональным спортом и дыханием, она недоразвита, поэтому её нужно тренировать, по крайней мере, для дыхательных упражнений. Тазовая диафрагма — это как раз контроль мочеиспускания, дефекация, семяизвержения. И район горла, район ключич, так называемая ключичная диафрагма. Вот три вида диафрагм. Их нужно с помощью дыхания научиться управлять. И теперь поговорим о первом нашем главном упражнении. В первую очередь для дыхания, ну, те, кто смотрит, давайте поудобнее сядем. Если сейчас вам удобно, мы сразу подышим, распрямляем плечики, распрямляем грудь, ребрышки. И вот такое возникло ощущение, как будто нас за макушку подвешивают. Таким образом у нас позвоночник выпрямляется. И распрямляются лёгкие. То есть один из самых важных моментов, чтобы лёгкие, которые часто в таком сжатом состоянии, они расправились. И себя подвешиваем, выпрямляемся. И всё внимание на животе. Вот как мы сказали, грудная энергия, она должна опускаться в область пупка, нижняя должна подниматься в область пупка. Эта энергия у нас не будет давать нам стрессов, давлений и эмоциональных взрывов. Нижняя диафрагма тазовая не будет выбрасывать все нижние энергии и будет контролировать семяизвержение, опять же, нификацию и мочеиспускание. И мы концентрируемся сейчас на области живота. И дыхание не должно быть, то есть не должно быть вот этой гипервентиляции, то есть лёгкое дыхание, вдох носом, выдох ртом. И вначале мы дышим верхней частью лёгких. Сразу вот ещё один момент расскажу, что существует три вида ритмов, ну базовых. Это ритм дыхания, сердечный ритм и ритм спинномозговой жидкости. Так вот, в дыхании эти все три ритма, их постепенно нужно отрабатывать. В данном нашем дыхании мы должны научиться чувствовать сердечный ритм. Пока не будем обращать внимание, потому что со временем, если мы будем заниматься серьёзно вот этим упражнением, то ритмы сердца, или удары сердца, они должны постепенно совпадать в определённом ритме со вдохом-выдохом. Пока мы просто, концентрируясь на животе, делаем вдох носом, выдох ртом, опускаем энергию вниз из груди и нижнюю энергию мы просто чувствуем, как будто поджимаем область крестца и делаем вдох носом, выдох ртом и дышим верхней частью лёгких. Чтобы раздышаться в этом упражнении, иногда уходит час, просто чтобы почувствовать глубину вот этого дыхания. Если мы делаем это дыхание, мы постепенно, не должно никакого насилия, чтобы резко удлинять вдох, удлинять выдох, мы просто медленно дышим и постепенно, через минут 10, верхнее дыхание, оно перейдёт в среднее. Ещё через минут 10, у нас нет столько времени, чтобы час делать одно упражнение, среднее, оно постепенно начнёт переходить в нижнее. И вот когда вот этот естественный процесс, вдох-выдох, он начинает удлиняться, и вот первые задержки, они должны быть естественные, и они могут наступить через минут 20, 30, 40, и не должны они быть искусственными, то есть можно 3 секунды задержать, можно 5, можно 10, и постепенно замедляется вдох-выдох. Мы концентрируемся на области пупка и можем добавить вот то, что у нас та молитва, которая используется в практике Исихазма, в христианстве, в православии, это Иисусова молитва, полная на Господе Иисусе Христе, сани Божи, помилуй меня, но обычно вот я всегда на вдохе Господи, на выдохе помилую, сердечным ритмом. Это можно читать, можно не читать, мы сейчас говорим о лечебном дыхании, но в практике в казаче, в православное, это всегда делалось с молитвой. И в конце концов молитва, она войдёт в дыхание, человек просто дышит, и у него внутри внутренняя молитва. Но это опять же, мы сейчас говорим о здоровье и о дыхании. И вот постепенно мы успокаиваем, всю энергию собираем в области пупка, и в области живота как раз собирается, он должен образоваться как шар, шар энергии. Это первое самое основное упражнение, которое, как я уже сказал, я делаю с 72-го года каждый день. И что я могу сказать о результатах, что в 73-м году с помощью этого дыхания я научился засыпать за одну минуту. И сон, допустим, вот у меня тогда, у меня задача, я там много тренировался физически, и я научился засыпать на 3 минуты, на 5, на 10, по желанию просыпался. Эту практику я всю жизнь, вот с 72-го года, каждый день много раз делаю. И умение погружать в себя сон, это в первую очередь через дыхание. Второе, что научился через дыхание, научился управлять пищеварением. То есть выделением, если, допустим, есть какой-то застой в желчи, выделение желчи проводить. Если, допустим, сильно поел, можно через дыхание быстрее провести пищу по пищеварению. Если, допустим, тахикардия, допустим, у меня, естественно, в детстве этого не было, и по жизни этого не было. Но, допустим, при каком-то стрессе, при перегрузке, это управление ритмом сердца. Это, если, не дай бог, у человека повышается давление, можно опускать давление. То есть мы эту энергию опускаем в область живота. Если, не дай бог, у человека бронхиальная астма, мы опять же тоже эту энергию опускаем вниз. Что такое, допустим, приступ бронхиальной астмы? Ну, как правило, она имеет характер какой-нибудь вида аллергии. Очень многих после прививок она начинается. Опять какое-то есть обязательно что-то, что вызывает астматические спазмы. Так вот, первое, что человек начинает глубоко дышать. То есть происходит дипервентиляция. То есть наше дыхание, первое и самое главное, с одной стороны, это проходимость дыхательных путей, а второе, это газовая константа. Это соотношение СО2, углекислого газа, и отношение О2 кислорода. Так вот, очень часто говорят о глубоком дыхании и при, допустим, легочных проблемах, при астме происходит дипервентиляция. переизбыток кислорода, это намного хуже, чем переизбыток СО2. Когда ребенок находится в утробе, у него СО2 углекислого газа в крови на порядок больше, чем кислорода. Ну, примерно 6,5 или 6 единиц СО2, и кислорода 4,4,5. Когда он рождается, у него кислорода уже 21, и углекислого газа, вот помните, было 6,5, углекислого газа 0,03. Углекислый газ, он больше всего участвует в обменных процессах. И в данном случае вот как раз наше дыхание это управление и накопление углекислым газом и управление энергией. Так вот, вот это как раз дыхание с одной стороны нам дает медленный вдох-выдох, мы учимся плавно контролировать, задерживать, то есть если мы раздышимся, допустим, 20-30 минут, то вдох-выдох может быть примерно 2 вдоха-выдоха в минуту. Можно дойти до 1 вдоха-выдоха. В данном случае мы с обычного дыхания мы как бы накапливаем огромное количество углекислоты и того потенциала, который может бороться и при гипертонических кризах, при сердечных приступах, при астме и даже при легочных заболеваниях, то у меня сейчас за этот период прошло примерно 70 пациентов с коронавирусом, из них 50 было больных воспалением легких. Ни один человек не задал мне, в основном я по телефону общался, чтобы не заразиться, ни один человек не задал ни одного вопроса по поводу дыхания. Хотя первое, что надо было начинать с нашего дыхания. И вот мы опять же возьмем допустим при вот этой коронавирусной пневмонии, что может дать нам это дыхание. В первую очередь эта пневмония возникает из-за тромбоза. Те артерии, которые питают легкие, они тромбируются, нет питания, возникает сама пневмония. Мы много раз, вот у меня здесь на подоконнике всегда микроскоп, много раз пробовали, мы берем кровь, смотрим, там стаз, все стоит, человек 10-15-20 минут делает дыхательное упражнение, все ретроциты начинают двигаться, раздепляются, округляются, то есть идет процесс разжижения крови. То есть, если мы при данной коронавирусной инфекции, когда возникает пневмония, начинаем делать дыхание, вот эту дипервентиляцию делаем, а наоборот успокаиваем, очень медленно дышим, концентрируемся на животе, можем подключить, опять же, Господи, помилуй, и постепенно у нас, допустим, 6 вдохов, выдохов, потом 5, 4, 3, идет накопление углекислоты, и мы начинаем контролировать как раз состояние нашей крови, которая питает легкие. В данном случае, чем больше углекислоты, ну, в данном случае, речь идет о состоянии вот этой константы в альвеолах, куда через дыхательное пути попадает воздух, и вот это соотношение большего количества углекислоты, чем кислорода, оно в первую очередь должно присутствовать. Если мы по часу будем, допустим, при этой пневмонии дышать, то у нас изречение, оно, я считаю, что на 50% будет длиннее. Это первое, самое главное упражнение, которое дает человеку возможность сосредоточить энергию в области пупка. Оно дает возможность как раз вот родить тот огонь, который постепенно потом можно направлять в любую часть нашего тела. И это дыхание, оно постепенно, то есть, во-первых, может увеличить объем легких, как я говорил, начинается с верхней части, и постепенно всегда оно переходит в среднее, в нижнее, и, естественно, переходит в задержки. Задержки увеличиваются, вдох-выдох увеличивается, и вот с того момента, когда мы раздышались, мы можем уже направить эту энергию, ну, допустим, у нас к примеру проблема с легкими. Опять же, мы можем постепенно расширять, если все альвеолы, из которых легкие состоят, их расстелить, это получится практически такое, ну, среднее футбольное поле. Так вот, мы распрямляем, мы чувствуем каждую часть нашего легкого, и мы можем уже управлять энергией и константы газообмена, и энергии и легких, и живота, и, скажем, нижней диафрагмы. Ну, так, смотрю сейчас на вопросы. Вопрос, нужно дышать грудью или животом? Это очень правильный вопрос, потому что дыхание всегда, оно не должно быть частым и вот этим глубоким, оно должно всегда начинаться с верхней части, так, чтобы легкие не ходили, но все внимание должно быть в области пупка. То есть, это как центр, это как шар. Вот, скажем, Симеон Новый Богослов, это IX век, это христианский святой, он говорил, что веселье, внимание все обратили в пупок, свой ум заключили в креть свою и начали дышать через пупок. Медленный вдох носом, медленный выдох ртом, успокаиваемся, всю энергию с головы опускаем в живот, но дышим верхней частью, мы не делаем насильственных удлинений и насильственных задержек. Естественно, верхняя в средняя переходит, в нижняя и потом задержку на выдохе. Следующий вопрос. Вот вопрос тут про чистые, можно ли делать вашу гимнастику, операция была три года назад. Если мы допустим это первое упражнение регулярно выполняем, его можно допустим при ходьбе выполнять, там 4 шага вдох, 4 выдох, вдох носом, выдох ртом. Если мы выполняем допустим 30-60 минут каждый день, мы научились энергию эту опускать, нижнюю поднимать и уже почувствовали, то есть вот это дыхание, оно как раз запускает вот этот АТФ клеток, запускает энергию, которой потом можно управлять, эту энергию можно направить уже на область нижней диафрагмы, там где находятся как раз кисты, можно, это уже женское дыхание, вот эти кисты можно в принципе только через дыхание, могу сказать на 100%, можно кисты вылечить только через дыхание. Кисты яичников это всегда гормональный дисбаланс, он абсолютно точно дыханием лечится. Но это уже другая димнастика сегодня женском дыхании не буду говорить, но это абсолютно можно 100% вылечить. Следующий вопрос. Вопрос такой, задержки хороши для лечения лёгких, чем и какой именно процесс происходит? В первую очередь задержка, я считаю, всегда лучше обратить внимание на задержки на выдохе на выдохе. И, как я говорил, вначале нужно раздышаться, и чтобы, допустим, хотя бы дойти до трёх вдохов-выдохов в минуту. Естественно, без напряжения, и когда мы почувствовали, грудь не должна ходить, и когда мы почувствовали вот этот ритм, можем даже перейти на два вдоха-выдоха, и вот уже, когда мы перешли до двух, вот тогда будет естественная задержка на выдохе. В чём основная, главный плюс задержек? Вот я говорил про три диафрагмы, крючечная, тазовая и диафрагма области живота. По своей сути, эти при дыхании, когда мы делаем задержку, чтобы у нас не выпрыгивала энергия, опять же, дыхание, газобмен, а второе, это управление энергией. Так вот, мы нижнюю диафрагму поджимаем, как крестец, немножко поджимаем и опускаем голову, как в молитве, немножко вперёд, мы поджимаем диафрагму, выдохнули и делаем задержку. На задержках вот как раз начинается накопление и управление внутренней энергией. Внутренняя энергия, она как правило накапливается, это уже вторая часть, я как бы немножко выхожу за рамки, но чисто информативно расскажу, что если чающее дыхание, в данном случае дыхание пупочное, о котором я рассказываю, третье, это накопительное дыхание энергии в области позвоночника. То есть, третье, когда мы начинаем делать задержки, мы как раз начинаем закрывать на задержках замок в области ключицы, тазовый замок, и вот тогда мы начинаем как раз работать с той энергией, с тем потоком, который начинает образовываться в области позвоночника, в области спинномозговой жидкости. Я когда говорил о трех ритмах, третий ритм, самый такой уже продвинутый, он находится в спинномозговой жидкости, то есть, там тоже шесть таких, если посмотреть на МРТ, допустим, если мы делаем снимок спинномозговой жидкости, там тоже вот этот ликвар, то, что в позвоночнике и в голове, там тоже есть свое дыхание, есть свой ритм, и вот эта энергия, она как раз потом уже следующий этап это накопление энергии в позвоночнике, но пока мы это не трогаем. Следующий вопрос, сколько времени вы сами уделяете дыханию каждый день, сколько времени вы делаете технике? Значит, я сказал, что с 72 года каждый день несколько раз, я научился засыпать на 3, на 5, 10 минут, и у меня на засыпание уходит, как правило, до 30 секунд, только благодаря дыханию. Последний год, так как я занимаюсь в основном долголетием изучением, я стараюсь минимум час-полтора сознательно, до двух часов иногда, уделять дыхательной практике, с молитвой, с задержками, и в течение дня всегда я делаю несколько раз дыхание, скажем, уже по 5 минут, по 10, то есть уходит всегда более полутора часов. Следующий вопрос, с чего вы достигли сами, а, чего вы достигли сами с помощью дыхания? Ну, я могу сказать, что у нас нейронных связей 1% в основном используется в среднем, с помощью дыхания можно до 30%. Значит, я научился засыпать, первое, научился управлять своей энергией, то есть уже где-то в 73-м году я мог любой болевой синдром моментально убрать, затем с помощью дыхания, когда я стал студентом, я стал пробовать лечить, и вначале с помощью наложения рук убирал боль, а потом можно было бы уже совершенно спокойно убирать, ну, допустим, на сегодняшний день можно убирать дистанционно боль, опускать давление, то есть все те процессы дыханием, которые мы запускаем в себе, следующий этап, мы всё то же самое, вот скажем, и в казачьей практике, когда человек научился управлять дыханием и сердечным ритмом, он затем то же самое может почувствовать дыхание, допустим, своего партнёра, сердцебиение, и как только он вошёл в этот ритм, он может им управлять. Но я этому научился уже где-то в 18-19 лет, всю жизнь практикую, уровень энергии возрос, управление всеми своими процессами в организме, то есть дыхание, это та область, вот я сказал, 1% у нас используется нейронных связей, дыханием можно довести до 30%, вплоть до того, что можно запустить биохимические процессы, которые выделят те вещества, которые будут даже останавливать старение. При повышенном ТТГ около 4-х это дыхание поможет? Да, конечно, поможет. Однозначно поможет. Конечно, нужно смотреть, ну, в первую очередь, я всегда вначале работаю с шеей, смотрю шейный отдел позвоночника, и однозначно можно прорабатывать, но мы сейчас на этой теме не будем концентрироваться, я могу сказать, что однозначно проблемы щитовидной железы и гормонов, и стрессов, это 100% это тема как раз дыхания. Можно научиться абсолютно точно управлять. Так, следующее. Нос плохо дышит, постоянный отек, можно ли помочь дыханием? Ну, в первую очередь, там может быть какая-то бактериальная инфекция, то есть нужно, конечно, исследовать, но что бы я, с чего бы начал? В первую очередь, я посмотрел на бактериальные инфекции, раз. Второе, что может помешать, допустим, плохому носовому дыханию? Проверить у специалиста отоларинголога это состояние нашей перегородки. Второе, третье, посмотреть носовые пути. Если перегородка нормальная и нет инфекции, то совершенно спокойно я бы посоветовал начать с обычного промывания носа, брать 200 грамм комнатной температуры, морская соль, можно добавить противовирусных, противомикробных трав, у нас вот есть, допустим, антигрепин, наш состав, делать отвар, им промывать, прямо чайничком заливать в одну ноздрю, в другую вытекало, обычно делается наклон и чуть-чуть в сторону. Мы заливаем и вот таким образом каждый день литр вот этого состава протекает, слизистая улучшается и плюс дыхательные упражнения, там уже нужно очищающие, чтобы вот такая метаболизм вот этой области, он активно заработал. Это вот как раз пхастрика носом, отдельными ноздрями и эта проблема решается дыханием. Перегородки оперировали, не помогло, инфекции нет. Тогда дыхание, промывание, в крайнем случае, я вот много лет даже практиковал, в свое время жил много лет в Индии, каждый день промывали нос и мы делали из хбшных ниток такие веревочки, воском их пропитывали и в носовую эту самую полость и изо рта вытаскивали. Вначале человек начинает огромное количество слизи, у нас здесь пять пазух, скапливается слизь, чихаешь, не можешь туда протолкнуть, на третий день она проходит и вот по горсти выходит слизи из носа, на пятый день ощущение, что нос совершенно по-другому начинает дышать. Вначале промывка, а потом чистка как раз вот этим шнурком. Это отдельная практика. Вот через эти две вещи и правильно очищающее дыхание, допустим, капала и пхастрика. Можно решить проблему носа. Следующий вопрос. Дыхание влияет ли на уменьшение артроза и варикоза? Можно, конечно. Если мы по своей сути дыханием можно научиться управлять, скажем, если мы начали уже задержками, накопили определенный как насос, у нас начало работать в области позвоночника, эту внутреннюю энергию мы можем направить на сустав и прорабатывать. Но если, допустим, у нас поражение хламидиями сустава, конечно, с хламидией справиться, но только великий мастер может, нужно всегда решать проблему. Или, допустим, у нас артроз коленного сустава, он часто бывает, что колено-чашечка подвывик, допустим, несколько лет назад, потом произошло смещение костей колена и потихоньку начался уже артроз. Конечно, здесь в данном случае нужно вот так промотать цепочку. Я, допустим, поставил бы эту чашечку на место, потом мы проработали вся нога уже, естественно, при артрозе, допустим, пять лет она стала работать спазмом мышечной, прохождение энергии, прохождение крови венозно-артериальной, там и массаж, и капилляротерапия. Дыхание, плюс к этому, конечно, оно кардинально может помочь, потому что даже на уровне крови вот варикозного расширения через дыхание мы сразу улучшаем состояние эритроцитов, мы как раз способствуем разжижению крови и даже качеству крови. В чем смысл засыпать на пару минут только, что это дает? Значит, тот, кто занимался, скажем, с большим количеством информации, у меня три высших образования, есть еще другие образования, и мне вот приходилось, скажем, была задача за короткое время, скажем, выучить язык, и в день вот у меня уходило, это было вот как раз в юности, выучить сто слов за день. Вот такой огромный объем информации, без вот этого моментального отключения, там даже было, я как бы отключался на несколько минут, я там, ну, к примеру, 20 иностранных слов изучал, отключался, и в голове где-то на подсознании переводил вот из вот этой кратковременной памяти уже более в глубокие слои эту информацию, их по полочкам раскладывал, чуть-чуть приходил в себя и следующее, и, то есть, можно вот с такими там пятиминутными засыпаниями можно заниматься с информацией 8-10 часов и не будет перегруза, ну, как вот у меня, допустим, было, можно в разных сферах, можно спортсменом, допустим, человек час потренировался, на 5 минут отключился, просмотрел свои движения, правильность, эмоционально отдохнул, через 5 минут встал, он свеженький, может в следующий час-два тренироваться. Доктор Теста была в лёгком, но здесь то же самое, все проблемы, допустим, лёгких, они в первую очередь приходят к состоянию СО2 и О2 в лёгких, через дыхание как раз уменьшая дипервентиляцию лёгких, уменьшая количество потребления тислорода, потому что первое, это надо сократить количество тислорода, которое поступает в лёгкие и увеличить количество углекислоты. Это самая сильная практика для лечения лёгких и наших дыхательных путей. Поэтому можно бороться с разными патологиями. Следующий вопрос. Если брать за основу концепцию, что в человеке есть как мужское, так и женское начало или энергия, но дыхание всё же разделяется на мужское и женское дыхание, ну как бы у нас мы знаем, что два полушария, то есть правая сторона мужская, левая женская, затем в области позвоночника идёт перекрёст, если правая она переходит, то есть левая полушария управляет правой частью нашего тела и правая левым, потому что когда происходит инсульт, допустим, в правом полушарии идёт паралич левой части. Так вот, можно, допустим, продыхивать определённое и полушарие и каналы с одной стороны, с другой стороны мужское, женское, что женщины, я вообще всегда когда об этом говорю, что женщины, у них невероятный потенциал энергии, которая находится в женском центре. Мужчины в этом плане ущербны, то есть женский центр, который находится в области матки, это не сама матка, это связано с энергией земли, и женщины, если они эту энергию начинают работать с этой энергией, и учатся ей управлять, это просто какой-то нереальный такой поток идёт силы, которые мужчина, чтобы достичь вот этого уровня, ну скажем, праны в организме, если женщина единственное, что если она это научилась сделать и направила в позвоночник, то мужчине иногда годы уходят, чтобы достичь того, что женщина может за одну неделю. Это женское дыхание. Мужское дыхание, оно совершенно, мужская энергия больше находится в области живота, хотя можно и через простату, но это дыхание слабое. Ну в общем, коротенько на вопрос ответил. Следующее. Значит, какие упражнения дыхания нужно делать после ковида? Да, меня как раз спрашивают, что основное упражнение, сейчас коротенько расскажу, покажу три упражнения базовые для тех, у кого проблема бронхолёгочная, допустим, бронхиальная астма или тяжёлая пневмония, это лёгкое дыхание. Сажусь поудобнее. Первое, мы распрямились и, допустим, 10-15 минут подышали животом, опуская всю энергию из груди живота, из таза поднимаем в область живота, вдох носом, выдох ртом, это первое упражнение. Мы не делаем стоя эти упражнения, потому что для здорового можно было бы это стоя, потому что человек, допустим, с температурой 38, у него пневмония, может закружиться, голова упасть. Вот. Первое, второе упражнение, мы руками упираемся в бёдра, округляем спину и делаем и делаем то же самое дыхание, лёгкое, но мы начинаем продыхивать, начинаем, вот постарайтесь за мной повторить, в основном, я думаю, смотрят люди здоровые, поэтому можете встать, упереться в бёдра, ножки немножко шире, чуть колени согнуть, если вдруг у человека, допустим, артериальное давление или, допустим, пневмония, то лучше сидя. Округлили спину и начинаем медленно продыхивать, допустим, вдох на 6, выдох на 6, грудная клетка не поднимается и мы начинаем продыхивать и прямо расширять все ребра спины, расслаблять мышцы, дышим почками, распускаем почки, и чувствуем, как мышцы таза, поясницы, ребер, они распускаются, расслабляются, плечи, то есть, идёт поток энергии снизу вверх по позвоночнику. Ну, это вот, скажем, с точки зрения титайцев, это сказали бы, это канал Думай, но с нашей точки зрения это тоже идёт работа всех мышц, расслабления, потому что при всех бронхолёгочных заболеваниях в первую очередь идут мышечные спазмы, как раз и при гипервентиляции, когда много тесторода вдыхаем, тоже происходит спазм сосудов, мышц, идёт расслабление, энергетическая проработка области спины. Следующее, мы руте через сторону поднимаем вверх, приподнимаем и чуть-чуть назад отклоняемся, вот здесь важно, особенно, если у нас, допустим, там температура, то обязательно со спинкой, вот как у меня я в кресле сижу, и чуть-чуть раскачиваясь, мы также дышим животом и прорабатываем все-все межрёберные мышцы, распускаем лёгкие, дыхание неглубокое, медленное, концентрация на животе, и мы чуть-чуть-чуть, потряхивая тело, мы освобождаем, вот особенно при бронхиальной астме, при приступах, вот эти точки, если мы начинаем массировать, приступ сразу уходит, и этим дыханием мы потихоньку, распуская мышцы, начинаем продыхивать прямо через мышцы, распуская, но это может тоже вот две-три минуты, и затем мы в другую сторону ручи опускаем, выдохнули, и затем опять вдох, и опять можем две-три минуты подышать, чуть-чуть потряхивая, распуская все-все грудные, если опять же с точки зрения китайской медицины, то есть мы там энергию проработали вдоль позвоночника, то здесь передний канал, то есть мы распустили все мышцы, энергию опустили в живот. Следующее, то есть мы все наши реберные, межреберные мышцы, диафрагмальные, проработали. Следующее упражнение, начинаем, правую руку мы приподнимаем, левую упираемся в область талия, чуть-чуть-чуть наклон, и также начинаем продыхивать, и продыхиваем уже все боковые мышцы, это старославянская практика, именно при бронхолегочных заболеваниях, при температуре, при вирусе, и вот продыхиваем, также медленно вдох носа, выдох ртом, семя, жреберные мышцы, косую мышцу, область живота, выравниваем, выравниваем дыхание, и то же самое, другую руку упираемся, и теперь левую, то же самое, можно наклон увеличить, естественно, можно значительно увеличить, и продыхиваем другую часть, и вот должно возникнуть ощущение, что пошла энергия, тепло по левой части, и мы продыхиваем мысленно, именно все межреберные мышцы, косую мышцу, диафрагму со стороны левого бока, и вот немножко, даже чуть-чуть-чуть можно потряхивая, чтобы все мышцы распустились, медленно опускаем, то есть, смотрите, мы продышали все мышцы спины, ребра, позвоночник вначале при вот этом дыхании, затем мы подняли ручки, мы продышали межреберные с передней стороны, и все распустили, расслабили, и при этом, опять же, никаких глубоких вдохов, выдохов, сохраняется медленное дыхание, затем мы правый бок продышали, левый. Вот, если с китайцами поговорить, они бы сказали, что есть ток энергии по основным 12 меридианам, по которым в основном энергия движется, потому что они связаны там с легкими, с желудком, с сердцем, то есть, есть кровеносная система, нервная и энергетическая система, есть система чудесных меридианов, эти меридианы, они как раз занимаются тем, что они накапливают энергию, и когда нам нужно, мы эту энергию используем. Так вот, вот это дыхание, оно как раз с точки зрения китайской медицины, использование тех резервных потенциалов, которые у нас есть, энергия чудесных меридианов. И каждый самый такой больной даже человек с сильной патологией, допустим, бронхиальной, или допустим, 50% поражения легочной ткани при пневмонии, он может продыхивать, у него начинают распускаться все мышцы, начинает более активно медитативная нервная система работать, улучшается газообмен, так как мы медленно, больше углекислоты, мы через эти упражнения останавливаем развитие пневмонии. Дальше мы дышим медленно, соответственно, у нас тромбоз, вот этот коронавирус в первую очередь поражает эндотелии, кровь, эритроциты, крови, демоглобин, у нас эритроциты разрепляются, кровь начинает лучше течь, уходят тромбы, и мы через час, два, три в день мы будем делать эти упражнения, я считаю, что, скажем, вот это коронавирусная инфекция, потому что здесь ну просто из пушки по воробьям в небо мы стреляем, там противомалярийный препарат, антибиотики и непонятно, то есть точного лечения нету. Вот это дыхание, могу сказать, 50% лечения оно могло бы дать. Понятно, что клексан колет, клексан это антикоагулянт, разжижает кровь, но человек лечится дома, он не знает, какие антикоагулянты, потому что противосвертывающую систему тоже можно нарушить, вот таким неправильным применением антикоагулянтов. Дыхание это самый лучший антикоагулянт, разжижитель крови. Вот поэтому вот эти три упражнения, они направлены на улучшение константы газовой увеличения СО2 в лёгких в крови и соответственно потом уже в тканях. Второе, мы таким образом распускаем все мышцы спины, груди, живота и боковые рёберные. И третье, просто начинает такое улучшаться энерго, правильный энергообмен тела, то есть через эти упражнения можно, я говорю, до трёх часов в день делать и остановить, скажем, приступы бронхиальной астмы это сто процентов можно остановить, потому что это всегда идут спазмы, спазмы сосудистые, бронхиальные спазмы и через дыхание однозначно сто процентов можно. И постепенно можно, конечно, и вылечить ту же бронхиальную астму, хотя она имеет аллергический характер, но там уже следующая этапа можно уже и с этими проблемами. Сейчас пока на уровне газообмена и энергии. Так, следующие вопросы. Не знаю, время осталось или нет. Так, время ещё есть, да. Повторите, пожалуйста, цикл дыхания с задержкой. Вот я не совсем точно понимаю вопрос, но по задержкам просто расскажу, что, ну, только по нашему упражнению, по вот этому казачьему или по христианскому дыханию с Иисусовой молитвой, что в этом дыхании оно отличается от всех других, от китайских, от индийских. Здесь не должно быть сознательно, скажем, искусственно. Мы увеличиваем вдох, выдох, искусственную задержку. Мы просто приняли позу и начинаем вдох носом, выдох ртом и верхнее дыхание. Постепенно оно начинает замедляться, переходит в среднее, переходит в нижнее и вот оно примерно через 30 минут оно естественно переходит к задержкам на выдохе. На выдохе это самое важное задержки, потому что на вдохе задержки, мы не знаем, у человека может быть там проблема с тромбами, у него проблема с давлением. Очень многие люди при неправильных задержках на вдохе у них резко подскативало давление там до 200, то есть никогда не надо начинать, ну скажем, если человек спортсмен, для него это легко, только на выдохе. И задержки они могут от 3, 5, 10, 20 секунд и постепенно медленный вдох-выдох и задержка можно дойти до одного дыхания вдох-выдох в минуту. Ну что, скажем, я в основном при своем дыхании ежедневном делаю, ну то есть где-то 45 секунд получается на вдох-выдох. Следующий вопрос. Добрый день, можно ли вылечить варикозное расширение вен после операции по удалению лазером? Вены появились в других местах, ног и болят. Ну здесь немножко он не совсем по теме, скажем, состояние крови можно улучшить, но скажем, там нужно лечить уже системно, нужно системно, поэтому это лучше, вот можно записаться там ко мне на прием, я проконсультирую. Дыхание значительно может помочь в этом, потому что дыхание прямо воздействует на кровь. Следующий вопрос. Начало делать капалабхати, но не хватает усидчивости, делать это каждый день, стоит ли это делать нерегулярно? Ну в нашей суете это очень сложно каждый день, это для всех сложно, вот, поэтому когда есть возможность, нужно опять же не принуждать, не расстраиваться, выделить, допустим, 20 минут на дыхание, не получилось сегодня, сделали, допустим, утром, сделали вечером, не получилось вечером, устали, сделали еще раз дополнительно на следующий день. Расстраиваться не нужно, лучше делать нерегулярно, чем совсем не делать, но нужно делать каждому, потому что это, ну практически, как вот мы пьем воду, кушаем еду, нужно осознанное, правильное дыхание с правильными тренировками. Следующий вопрос. Какими травмами промывать можно нос? Повторите, пожалуйста, благодарю. Если, допустим, у нас какая-то бактериальная инфекция, это есть огромное количество способов проверить, можно противобактериальные травы, лучше, конечно, сборы, ну среди моих сборов это антигриппин состав, есть белое крыло, потому что там до 15 трав, я все травы повторять не буду, ну допустим, если есть трав, вот одно из таких сильных противовирусных, допустим, дипекум, вот мы ее там в Монголии или в Иркутской области собираем, ну противобактериальных, там начиная с календулы и их десятки разных трав, лучше сборы готовые брать, и вот 33 травы, допустим, из моих сборов, и делать уже экстракты и промывать. Следующий вопрос. Какой цикл дыхания применять в случае стрессовой ситуации? Дыхание, оно нарабатывается, потому что вначале мы там делаем 6-8 вдохов-выдохов за минуту, постепенно, медленнее, медленнее, если человек регулярно нарабатывает, то стресс можно, скажем, продышать, такой термин, продышать за 2-3 минуты и полностью, что такое стресс? Это гипервентиляция, мы начинаем глубоко дышать, огромное количество кислорода, константа газовая сразу в оливиолах, в крови, в тканях меняется, количество углекислоты уменьшается, идет стресс сразу на уровне ткани, на уровне клетки, идет гипоксия и, конечно, идет воздействие отрицательное на гормональную систему, на высшую нервную систему, поэтому через дыхание, даже вот дыхание животом, медленно, вдох, выдох, за 5 минут можно сразу убрать. Если подключаем молитвы, тогда мы уже духовную часть, опять же, вдох Господи, выдох помилуй. Вот у нас время, к сожалению, заканчивается. Давайте, какие вопросы будут, вы пишите, мы на все ответим, вот, а так, приходите на прием, вот, если что-то непонятно, вы пишите, потому что я, вот честно сказать, всю жизнь этим занимаюсь, с удовольствием поделюсь, чем больше людей будет правильно дышать, правильно молиться, мы создадем такое общее здоровое поле, и вирус его можно победить, даже вот такой положительной энергии. Много случаев, когда вот эти эпидемии можно положить на энергию. Всего хорошего, и будем рады вас, конечно, видеть. Вирус. 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 Вирус.